В студии телеканала «Север» Елизавета Кабанова. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» – программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. Депутаты приняли поправки в окружные законы о бюджете на 2021 год, транспортном налоге, нормативах отчислений от налогов, бюджеты муниципальных образований, изменения в закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. В собрании депутатов состоялись депутатские слушания по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Предложения и рекомендации постоянных парламентских комиссий направлены в органы власти. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа прошло заседание Молодежной палаты. Об этих и других событиях расскажем сегодня. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялась очередная сессия регионального парламента. В первом чтении на сессии был принят законопроект об окружном бюджете на 2022 год и плановый период. Также в ходе сессии депутаты приняли поправки в окружные законы о бюджете на 2021 год, транспортном налоге, нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований, изменения в закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Кроме того, на сессии депутаты рассмотрели представленную главой региона кандидатуру Татьяна Лагвиненко на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Напомним, что в соответствии с уставом региона кандидатуры вице-губернаторов подлежат согласованию с региональным парламентом. В парламентарии также рассмотрели кандидатов для назначения членами избирательной комиссии Ненецкого автономного округа от окружного парламента и представителями общественности в квалификационную коллегию судей Ненецкого автономного округа. Сессия собрания депутатов прошла с участием депутатов, докладчиков по вопросам повестки дня и приглашенных в связи с ограничительными эпидемиологическими мерами. Прямая трансляция 40-й сессии собрания депутатов Ненецкого округа шла на телеканале «Север». Более подробно о решениях, принятых на сессии, расскажем в следующем выпуске программы «Законодатели». Накануне сессии изменения в окружной бюджет на 2021 год депутаты рассмотрели в рамках комиссии по экономической политике и бюджету и утвердили на комитете собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В окружной бюджет 2021 года будут внесены очередные изменения. Доходы окружной казны увеличатся на 3,2 млрд рублей и составят более 27,5 млрд. Расходы увеличатся на 855,6 млн рублей и составят 27,8 млрд. Дефицит окружного бюджета в 2021 году уменьшится на 2,3 млрд рублей и составит около 186 млн. Доходная часть окружного бюджета увеличилась за счет поступления налога на прибыль организации при выполнении заглашения о разработке месторождения нефти и газа. За счет дохода в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении СРП по проекту «Харягинское месторождение» в сумме 2,4 млрд рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Из поступивших средств 300 млн. направят на строительство автодороги Наринмар-Усинск. Это федеральные деньги. Более 150 млн. рублей добавлено на выкуп жилья из ветхого и аварийного фонда. На субсидии по перевозке воздушным и водным транспортом, а также в сфере ЖКХ дополнительно предусмотрено более 242 млн. рублей. Добавлены средства на завершение строительства ясли сада номер 2. Более 44 млн. будет предоставлено Наринмарской электростанции на возмещение затрат, связанных с проведением аварийного восстановительного ремонта газотрубинного двигателя и на затраты, связанные с формированием нормативного, неснижаемого и аварийного запаса дизельного топлива. Данные средства позволят предприятию закончить год без убытков. При обсуждении расходов Департамента строительства ЖКХ, транспорта и энергетики рекомендовано предусмотреть более 9 млн. рублей на субсидии по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Увеличены средства для Департамента образования, культуры и спорта. Порядка 96 млн. предусмотрено дополнительным бюджетным учреждением на возмещение затрат по коммунальным услугам. Около 19 млн. рублей на вывоз обучающихся на каникулы. Более 10 млн. на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. Также добавляются средства за классное руководство в школах и профессиональных образовательных организациях. Дополнительные средства более 27 млн. рублей выделены на субсидирование молока. Порядка 22 млн. на возмещение части затрат за введенные объекты АПК трём организациям – СПК Ерфов, СПК Канин и Акционерному обществу Мясопродукты. Ещё 5 млн. рублей на доставку продовольственных товаров в посёлок Амдерма на остров Колгуев и Вайгач. По Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму более 226 млн. рублей. Дополнительно профинансируют возмещение затрат по коммунальным услугам для медорганизаций. Меры по предотвращению распространения коронавируса на территории округа – ежемесячные выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребёнка и ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В ходе обсуждения расходов Департамента по образованию, культуре и спорту на парламентской комиссии по экономической политике и бюджету возник вопрос о дополнительном финансировании образовательных учреждений – детских садов в Каратайке, Неси, Омин, Эльмин, Носе, Усть-Каре, Нижнепёше, а также школы в Индике, школу номер 3 и школы имени Парьерка в Наринмаре. Администрации округа рекомендовано увеличить финансирование до уровня необходимой потребности, а также предусмотреть средства на стипендии для учащихся социально-коммунитарного колледжа и на выплаты обучащимся детям-сиротам, достигшим 18 лет. В преддверии сессии в собрании депутатов состоялись депутатские слушания по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Предложения и рекомендации постоянных комиссий собрания депутатов Ненецкого автономного округа представили их председатели. Рекомендации органы государственной власти рассмотрят между первым и вторым чтением законопроекта об окружном бюджете. Депутатские слушания проводятся парламентской комиссией по экономической политике и бюджету в соответствии с окружным законодательством. В них принимают участие представители органов власти, прокуратуры и счетной палаты. Согласно закону о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе, по результатам рассмотрения проекта закона об окружном бюджете на депутатских слушаниях вырабатываются депутатские рекомендации. Для подготовки проекта закона об окружном бюджете для принятия во втором чтении и иные рекомендации, подлежащие исполнению в течение очередного финансового года. До парламентских слушаний параметры окружного бюджета были рассмотрены депутатами на заседаниях постоянно действующих комиссий в собрании Ненецкого округа совместно с главными распорядителями бюджетных расходов. Я хочу сказать, что этим депутатским слушаниям предшествовала большая плановая системная работа, которая проводилась совместно с администрацией, профильными департаментами Ненецкого автономного округа и, разумеется, с депутатами. Информацию об основных параметрах окружного бюджета на 2022 год и на плановый период на слушаниях представила заметитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Параметры окружного бюджета на 2022 год составляют доходы 22 млрд 394 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 млрд 674 млн рублей, расходы 24 млрд 533 млн рублей, дефицит 2 млрд 139 млн рублей или 12,1%. Предложения и рекомендации постоянных комиссий собрания представили на слушаниях их председателя. Всего в региональном парламенте 5 профильных комиссий. Рекомендовать администрацию округа проработать вопрос об установлении индексации на 4% с 1 января 2022 года размеров должностных окладов ставок работников государственных учреждений под ведомственным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, работниками территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа и замещающих в органах государственной власти Ненецкого автономного округа должностей не относящимся к должностям государственной гражданской службы. А также размеров денежного вознаграждения, денежного поощрения по государственным должностям Ненецкого автономного округа, размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа. По итогам депутатских слушаний Наталья Кордакова отметила, что индексация должностных окладов и ставок работников бюджета и сферы составит не 3,8% с 1 апреля 2022 года, а 4% с 1 января. Губернатор округа поддержал эту инициативу депутатов фракции «Единой России». На слушаниях также прозвучали следующие рекомендации депутатов в адрес администрации. Уменьшить бюджетное ассигнование на 50 миллионов рублей на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения потребителей, заключающих договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для оказания услуг населения на территории Нениско-автономного округа. Исключив расходы на транспортировку отходов водным транспортом из сельских населенных пунктов округа в Наринмар и перераспределить сумму на создание объектов инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов в сельских населенных пунктах округа. Следующее. При рассмотрении изменений в окружной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Первое. Предусмотреть бюджетное сигнование на 2022 год на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованием Нениско-автономного округа на ремонт междворовых проездов. На плановый период 2023-2024 годов на реконструкцию автомобильной дороги по переулку Озерный. На 2022 год и плановый период 2023 года на строительство детского сада в поселке Харивер. Следующее. Увеличить бюджетное сигнование в окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма со специализированным жилищным помещением в соответствии с окружным законодательством. Также комиссия по экономической политике и бюджету собрания депутатов рекомендовала Департаменту строительства ЖКХ транспорта и энергетики проработать вопрос о снижении тарифов на авиаперевозки по местным маршрутам в отдаленные населенные пункты округа и увеличение количества рейсов. Еще одна рекомендация касается увеличения квотно-субсидируемой рейсы до 15 мест. Эти вопросы включат в план работы комиссии. Также до 1 декабря профильный департамент должен представить в собрании дорожную карту реализации мероприятий по обеспечению жителей округа чистой питьевой водой. В 50 ноября рассмотрены расходы окружного бюджета, предусмотренные по Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа. Предлагается включить в рекомендации депутатских слушаний следующее. Первое. Рекомендовать администрации Нинско-автономного округа в целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы принять меры к совершенствованию системы оплаты труда работников. Второе. При подготовке проекта закона округа номер 300 об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, как второму чтению, учесть в окружном бюджете дополнительное бюджетное сигнование на индексацию следующих социальных выплат. Ежемесячная компенсационная дружная выплата лицам, состоящим на учете в государственных медицинских организациях округа больных с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Единовременная выплата донору крови и ее компонентов на питание за каждую сдавную дозу крови и ее компонентов. И стоимости бесплатного питания, которым обеспечивается донор крови и ее компонентов в день сдачи крови. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Ненецким автономным округом, сохраненное за лицами, которыми оно было установлено, доступление в силу закона округа от 1 июля 2008 года, номер 36 окружный закон о наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа. Одна из профильных комиссий собрания депутатов Ненецкого округа курирует вопросы в сфере природопользования, экологии, агропромышленного комплекса и КМНС. Постоянная комиссия по делам Ненецкого и других молчатых народов североэкологии и природопользования рекомендует администрации Ненецкого автономного округа установить единую ставку субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства в размере 150 рублей за 1 килограмм. При внесении изменений в окружной бюджет на 2022 год и на полной период 2023-2024 годов увеличить бюджетное сигналание на субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства на 2022 год в сумме 50 миллионов 112 тысяч рублей и на полной периоды 2023-2024 годов соответственно. Органами исполнительной государственной власти Ненецкого автономного округа рекомендовать Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа проанализировать размер субсидий на 1 килограмм реализованного и отгруженного на собственную переработку молока необходимой хозяйством округа для выполнения своих функций по обеспечению продовольственной безопасности и созданию рабочих мест. Были выработаны свои рекомендации постоянной парламентской комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению в сфере своих компетенций. Рекомендовано администрации Ненецкого автономного округа к вторым учтению увеличить объем бюджетных ассигнований предусмотренных на субсидии и гранты на конкурсы на основе социально ориентированных некоммерческим организаций на выполнение социальных проектов. Кроме этого увеличить объем бюджетных ассигнований предусмотрено на субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив не ниже уровня 2021 года. При внесении изменений на бюджет на 2022 год и на плавную период 2023-2024 годов увеличить объем бюджетных сигнований, предусмотренных на субсидии гранты социально ориентированным некоммерческим организациям Ненецкого автономного округа, реализующим проекты в сфере развития межнациональных отношений и социально ориентированным организациям, предоставляющим интересы коренных малочисленных народов Севера. И увеличить объем бюджетных сигнований, предусмотренных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На заседании постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и спорта были рассмотрены бюджеты и расходы профильного департамента и подведомственных ему учреждений в 2022 году. Выработаны депутатские рекомендации. Предлагается включить в рекомендации депутатских слушаний следующее. При подготовке проекта закона округа номер 300 ПР об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов ко второму чтению предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования в размере 3 млн 605 тысяч 19 рублей на капитальный ремонт школы в поселке Харутан. Второе. При внесении изменений в окружной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение стоимости питания обучающихся в окружных государственных общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования. Рекомендовать департаменту образования, культуры и спорта Нинецкого автономного округа проработать следующие вопросы. О переводе в течение 2022 года окруженных государственных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в статус казенных учреждений в целях совершенствования их дальнейшего функционирования. Второе. О введении в 2022-2023 учебных годах дополнительной группы в Нинецкое профессиональное училище для обучения на бюджетной основе. Третье. Об установке в сельских населенных пунктах округа открытых спортивных площадок, обеспеченных необходимым оборудованием. Принятые рекомендации по итогам депутатских слушаний собрание депутатов направят в органы государственной власти Нинецкого автономного округа. Главным итогом нашей работы сегодня являются конкретные предложения, конкретные рекомендации. Я опять подчеркиваю то, что они были выработаны совместно. Первая часть этих рекомендаций, она войдет в дальнейшем в план работы каждой комиссии собрания депутатов. Мы должны об этом здесь понимать и четко говорить о том, что те вопросы, которые будут у нас на контроле, мы их будем в дальнейшем, в течение следующего и последующего года будем выполнять. И вторая часть рекомендаций, она адресована администрацией Нинецкого автономного округа. Это самый большой блок. Кроме того, выработаны рекомендации исполнительным органам власти в лице департамента образования культуры и спорта, департамента природных ресурсов и экологии РПК, департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта. У нас алгоритм работы здесь выработан. Разумеется, мы, наверное, не все вопросы здесь смогли учесть в полном объеме, но это естественно абсолютно, потому что это практически невозможно. Мы все-таки наши задачи сообразуем с возможностями нашего бюджета. Но, тем не менее, мы действительно здесь должны понимать, что все те рекомендации, которые выработаны, которые войдут в план работы профильных комиссий, они будут, соответственно, быть на контроле и должны быть выполнены в максимальном объеме. Поэтому здесь присутствуют заместители губернатора Нинецкого автономного округа, руководители профильных департаментов. Я полагаю, что здесь мы это делаем все, повторяю, публично, открыто. И поэтому, если мы не будем выполнять наших рекомендаций, значит, что будем обращаться к ним, соответственно, по каждой позиции будем доводить до реального логического исполнения. Поэтому я хотел бы все-таки поблагодарить всех депутатов администрации Нинецкого автономного округа за большую проделанную работу. И теперь только одно – реализовывать все те планы, которые мы с вами наметили и выработали. И хочу поблагодарить бюджетную комиссию, потому что в самом деле это интересно вас лично, потому что это была сложная, большая работа. Разумеется, от нас жители, наши избиратели, которые сегодня нас смотрят и слушают, я полагаю, они ждут конкретных результатов. Это наша первостепенная задача. По окончании депутатских слушаний мы попросили председателя парламентской комиссии по экономической политике и бюджету прокомментировать их итоги. На самом деле в соответствии с законом о бюджетном процессе, который мы в прошлом году приняли, у нас проходят второй раз депутатские слушания. Депутатские слушания прошлогодние, которые были выработаны предложения для администрации, для того, чтобы принять между первым и вторым чтением уже непосредственно в бюджет 2021 года в прошлом году. Затем то, что необходимо было проработать непосредственно в течение года при изменении бюджета, а также профильным департаментом на 80% исполнено. То есть это хорошая форма работы. Поэтому в этом году снова прошли депутатские слушания. На депутатских слушаниях были заслушана непосредственно презентация департамента финансов, который рассказал, какой бюджет на 2022 год и планы 2023 и 2024 года, какая доходная часть, расходная часть. А затем уже профильные комиссии, которые непосредственно принимали участие в нулевом чтении на площадке администрации, а потом уже на площадке собрания депутатов, выработали предложения. Эти предложения, часть предложений вошло в депутатские рекомендации сегодня, которые выработаны, а часть оставлена непосредственно для работы на комиссиях. Почему? Потому что они требуют более детального прорабатывания. Потому что если депутатские рекомендации, когда мы вносим уже, мы понимаем, какое решение должно быть и как его решить. А те, которые остались, это на самом деле нужна системная плановая работа для того, чтобы выработать правильные предложения и решения. Полный список депутатских рекомендаций размещен на официальном сайте собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Законопроект об ограничениях в сфере продажи энергетиков несовершеннолетним на территории округа обсудили на заседании Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Заседание началось с вручения диплома первой степени Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» Людмиле Детковой. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций проведен при поддержке Государственной Думы Российской Федерации. Участники конкурса выступили со своими проектами перед экспертным жюри. Людмила Деткова подготовила работу, которая касается питания детей, проживающих в условиях Крайнего Севера на примере Ненецкого автономного округа. Одним из ключевых вопросов заседания стал законопроект об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории округа несовершеннолетним. Работа над проектом началась в начале года. Концепцию документа обсудили со специалистами в сфере здравоохранения, окружными общественниками, родительским сообществом и представителями бизнеса, а также представителями прокуратуры НАО. Представители молодежной палаты обеспокоены ростом потребления энергетических напитков молодежью и подростками в регионе. В 48 регионах страны действуют ограничительные меры. Разработанный проект закона будет внесен для рассмотрения на профильной комиссии окружного собрания депутатов. Также предлагается установить ответственность за приобретение безалкогольных тонизирующих напитков и предусмотреть административные штрафы за правонарушения. Изменения предлагается внести в окружной закон об административных правонарушениях. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok